Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и вот о чем мы расскажем ближайшие полчаса. Приводнился сам эксперт и завершили техническую часть расследования катастрофы Ту-154 в Черном море. Подъезд к мусорным бакам должны открыть. Вопрос санитарного состояния курорта обсудили на планерке мэра Сочи. Кто быстрее отправит пассажиров в поездку, тот и победит. В Сочи выберут лучших сотрудников аэропорта юга страны. Эксперты завершили техническую часть расследования катастрофы Ту-154 в Черном море. По их данным, самолет сел на воду в контролируемом полете. Ранее свидетели сообщили экспертам, что Ту-154 не падал и не пикировал после взлета, а как бы приводнился на поверхность моря. По данным близкого комиссии источника, пишет коммерсант, 3D-моделирование показало, что самолет взлетел в штатном режиме. Не терял скорость, не попадал в штопор и вообще не падал. Примерно через минуту после отрыва от земли он набрал высоту около 250 метров и скорость 360-370 километров в час. А сразу после этого на борту стала стремительно развиваться нештатная ситуация. Командир экипажа фактически перевел машину в режим посадки. Самолет, как показало моделирование, в течение 10 секунд до самого столкновения с водой снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика. По мнению экспертов, причиной трагедии могла стать дезориентация пилота в пространстве. В Минобороны изучают медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов, опрашивают инструкторов, учивших майора летать, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом. При этом в ведомстве отвергают версию о возможной ошибке экипажа. Во всех сообщениях Минобороны многократно говорилось об опытности и безупречном по служном списке членов разбившегося экипажа. Напомню, самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и общественный деятель Елизавета Глинка, она же доктор Лиза. Всего 92 человека. Кубань входит в число лидеров по количеству машины. Одним из главных вопросов у автолюбителя остается, где купить полис ОСАГО. О доступности автострахования говорили в Краевой администрации. Участие в совещании приняли Вениамин Кондратьев и заместитель переседателя Центробанка Владимир Чистюхин. В прошлом году Краснодарский край был одним из самых проблемных регионов по выдаче страховых бланков. Как изменилась ситуация сегодня, расскажут наши краснодарские коллеги. Понедельник, 12 часов дня. В офисе автострахования, кроме специалистов, практически никого нет. Это стало неожиданным для многих автомобилистов. Ведь еще совсем недавно, чтобы получить заветный полис, приходилось занимать очередь за несколько дней. Сегодня сюда некоторые водители скорее приходят по привычке изучить обстановку. Я еще только на разведку пришел, поэтому я еще пойду за документами. Нет очереди. Вот я сейчас буду заходить, за мной еще один товарищ и все. Критической точке ситуация с выдачей полисов ОСАГО достигла в прошлом году. В офисах царил ажиотаж, люди неделями не могли застраховать свой автомобиль. А если уж это и получалось сделать, то только при условии покупки дополнительных услуг. Тогда, чтобы успокоить рынок ОСАГО, пришлось лично вмешиваться к губернатору края. К решению проблемы Вениамин Кондратьев подключил федеральные ведомства, правоохранители и Центробанк. Сегодня заместитель его руководителя Владимир Чистюхин и глава региона констатируют, ситуацию удалось стабилизировать, хоть и по-прежнему остался целый ряд нюансов. У нас есть станицы, хутора отдаленные, где интернет подводит. Поэтому сокращаются когда офисы страховых компаний, то мы там тоже имеем ситуацию не из лучших, потому что людям надо за десятки километров ехать, чтобы получить полис ОСАГО. Поэтому давайте думать, что здесь в этом случае делать. Если уже государство ввело обязательное автострахование полиса ОСАГО, то мы должны создать условия для того, чтобы оно нормально работало. И вот наша сегодня с вами задача еще раз посмотреть, где еще этот механизм подкрутить, чтобы он работал хорошо. Но даже там, где есть интернет, купить полис онлайн с первого раза тоже не всегда удается. Система часто выдает ошибку. Сайт – одна из крупнейших компаний автострахования. Чтобы оформить полис онлайн, здесь требуется ввести личные данные водителя и информацию об автомобиле. После заполнения всех строк и расчета стоимости высвечивается вот такое окно, где клиенту предлагают перейти на сайт замещающего страховщика. Впрочем, можно и не переходить по ссылке, но тогда вас вновь вернут на стартовую страницу. Любой такой сбой для региона – прямая угроза социальной стабильности, считает Вениамин Кондратьев. Ведь с начала этого года компании обязали оформлять бланки онлайн. Сейчас рынок автострахования в ожидании еще одного нововведения. Если в Госдуме примут поправки в закон, то попав в ДТП, пострадавшие водители вместо получения денежной компенсации смогут рассчитывать на ремонт автомобиля. Прямая выплата пойдет уже ремонтным организациям. Ну, их как будем отбирать, то есть на какой основе, кто будет здесь взаимодействовать с страховыми компаниями. Здесь тоже будет много вопросов. Я боюсь, чтобы мы опять не породили еще очередную кормушку. Теперь за качество ремонта отвечает страховая компания. Только на самых качественных станциях техобслуживания, которые расположены недалеко от потребителей, этот ремонт можно проводить. Если страховая компания такую станцию техобслуживания обеспечить не может, она будет платить деньгами. Центральный банк надзирает за страховыми компаниями. Если к нам придут обращения в службу, мы мало того, что можем при необходимости установить штрафные санкции, мы еще и сможем лишить страховую компанию право натурального возмещения. Тогда она обязана будет платить только деньгами. То есть у нас есть серьезные инструменты. А если мы увидим, что вообще ситуация выходит из-под контроля, то у нас есть право отозвать лицензию. По количеству машин Краснодарский край в числе лидеров в стране. На тысячу человек только в Краснодаре приходится 437 автомобилей. Для сравнения, даже в Москве меньше. Там на такое же количество жителей 417 машин. В первых рядах Кубани по суммам выплат. Страховщики жалуются на мошеннические схемы. По их словам, независимые эксперты завышают ущерб от аварии. В свою очередь есть нарекания и к работе агентов. Есть случаи, когда автолюбители купили полисы, которые, как потом выяснилось, оказались фальшивыми. 26 тысяч таких страховых полисов, которые людям проданы. И сейчас люди обращаются, а страховая компания, почитав закон, говорит, а мы обратились тут же в органы милиции о том, что эти страховые полисы похищены. Тут просто какая-то путаница произошла. Мы абсолютно точно понимаем, если у нас утащил полис наш агент, то это наша проблема. А речь сейчас идет только о тех полисах, которые не поддельные, а фальшивые, сделанные не на Гузнаке, а где-то в Китае, в Молдавии и так далее. Их продает неизвестно кто, собирая деньги неизвестно кто. И вот в этих ситуациях, безусловно, когда это не наш полис, мы говорим, что мы не отвечаем по этим убыткам. Спустя два часа совещания так и не удалось найти правых и виноватых в сложившейся ситуации. Как и четкого решения, что делать, чтобы система страхования ОСАГО работала без сбоев. И страдают от этого в первую очередь автомобилисты, отмечает Вениамин Кондратьев. Кто-нибудь может четко без перекидывания мяча понять, каким образом сегодня, еще раз подчеркиваю, нам этот порочный круг-то разорвать. Алгоритм вот такого четкого выработать сложно. Я думаю, что каждый сидящий столом его вряд ли назовет. Поэтому пока в ручном режиме. Просто нужно попытаться эту ситуацию удержать, выравнивать. И на самом деле только так мы сможем сделать так, чтобы и автолюбителям было комфортно, и страховым компаниям тоже выгодно. Для этого по инициативе Кондратьева в Крае создадут рабочую группу. Войдут у нее представители страховых компаний, органов исполнительной власти, правоохранители и сотрудники надзорных служб. По мнению губернатора, именно такое взаимодействие позволит системно решать проблемы в сфере ОСАГО. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар. О том, как обеспечить безопасность жителей и гостей Юга России, говорили сегодня в Астрахани. Там прошло выездное совещание Совбеза России в Южном федеральном округе. Участие в нем приняли главы регионов Южного федерального округа, в том числе и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Секретарь Совбеза отметил, что необходимо бороться с зависимостью от импортных комплектующих в сельском хозяйстве. Это реальная угроза продовольственной безопасности. В зависимости от рослей сельского хозяйства, от поставок импортных семян по некоторым видам агрокультуры, например, таким, как сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, составляют от 60 до 90%. В Краснодарском крае, как отметил Николай Патрушев, с этой проблемой уже начали бороться. На Кубани приступили к созданию семеноводческих центров. Рис и пшеницу, к примеру, в регионе практически полностью засеивают собственными сортами. Цена на уровне прошлого сезона. Ростуризм высоко оценил сочинский опыт работы с отельерами. Об этом накануне заявил глава Ростуризма Олег Сафонов. Он отметил, что повышение цен в отелях способно погубить туристический сезон 2017. Владельцев гостиниц Ростуризм призвал не повышать цены и предложил подумать о вариантах снижения стоимости на лето именно сейчас. Потом приобретать подорожавшие турпродукты уже будет некому. Летом снижать цены будет поздно. Сафонов отметил, что нужно бороться за туриста, оказывая высококачественные услуги по доступным ценам. В противном случае турист может отправиться на отдых в другие, менее дорогие регионы или за рубеж. Поэтому то, что сейчас делает мэр Сочи, заявил глава Ростуризма, представляется исключительно правильным. Эффективная работа с собственниками средств размещения – это то, что нужно делать не только в Сочи, но и в других регионах нашей страны. Подчеркнул Сафонов. Вопрос санитарного состояния города требует незамедлительного решения. Главное направление работы сегодня обозначил глава города Анатолий Пахомов на планерном совещании в администрации города. Продолжит Елена Авсецина. Известно, что глава города Анатолий Пахомов категоричен в вопросах санитарного состояния города. Именно благоустройство и порядок привлекают сюда миллионы туристов, от которых зависит благосостояние самих жителей. На курорте должна быть безупречная чистота, и в интересах самих же сочинцев навести порядок на своих придомовых территориях. Но вот проблема, которая сегодня остро стоит в городе – невозможность подъезда машин, спецавтохозяйства к контейнерным площадкам. Мешает припаркованный транспорт помочь решить эту проблему должны сотрудники ГАИ. Контейнерные площадки должны быть свободны для подъезда спецтехники. И это не задача спецавтохозяйства, это задача ваша – обеспечить свободный подъезд. Это значит, что контейнерные площадки не должны быть загромождены транспортом ни ночью, ни днем. Жители просят в случае невывоза мусора с контейнерных площадок или несанкционированных свалок обращаться на горячую линию администрации по телефону 2-66-06-02. Еще одна громкая во всех смыслах проблема мешает жителям Сочи отдыхающим. Это уличные гонщики, так называемые стритрейсеры, для которых смысл жизни – ночные гонки по городу. И по центру Адлера, и в Сочи, и в Амеретинке. Разбитые дороги, и сбитые ограждения, как раз говорит мэр Сочи, дело машин на больших скоростях. Посмотрите, что творится в городе. Посмотрите по ночам. По ночам город весь на реве. По ночам рейсерки, как и в Москве, у нас устраивают гонки. Следить за ними в ночное время будут через камеры видеонаблюдения ситуационного центра. Убытки городского имущества будут погашены за счет нарушителей дорожного движения. Коснулись на планерном совещании квартирного вопроса. Ряд домов в центре города подлежит сносу. Это касается улиц Карла Липкнехта, Росваровского. Возможно, они еще войдут в федеральную программу по переселению из аварийного жилья, либо это уже будет решаться на городском уровне. Принято окончательное решение относительно нового парка, посвященного 80-летию образования Краснодарского края. Это инициатива главы города. Его заложат уже в этом году в микрорайоне Макаренко. Густо заселенный, динамично развивающийся район не имел зоны отдыха. Более 7 гектар выделено на эти цели. Ну и весна требует цветочного обновления курорта. В ближайшее время клумбы и скверы будут радовать гостей Сочи и местных жителей. Уже сегодня началась подготовка к праздничным мероприятиям. Это и праздник 1 мая, День Победы и самое ближайшее первое тестовое соревнование по футболу. Международный матч между Россией и Бельгией, который состоится 28 марта. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинцам теперь есть куда пожаловаться на свалки. В мэрии открыта горячая линия. В администрации Сочи открыта горячая линия по вопросу сбора и утилизации мусора. По фактам перегруженных контейнеров и несанкционированных свалок, жители просят сообщать по телефону 266 0602 264 08 75 с 9 до 18.00 по рабочим дням. Сегодня от электрических сетей была отключена очередная новостройка. Теперь уже на Мамайке в переулке Теневой. Причина – незаконное потребление электроэнергии. Специалисты Кубаниэнерго ведут активную работу по пресечению подобных фактов. Доставлять продукты в сочинские гипермаркеты станут по железной дороге. Один из крупнейших российских розничных ритейлеров «Магнит» изучает возможность перевозок своих фур из Краснодара в Сочи по железной дороге. Руководство компании убеждено, что это значительно удешевит и ускорит доставку. Вопрос о сотрудничестве «Магнита» и компании ФГК «Дочки РЖД» обсуждался еще в ноябре. Но конкретных возможных маршрутов тогда названо не было. Перевозки грузовиков по железной дороге со станции Краснодар до станции «Веселая» будут удобнее и дешевле, чем возить их по горной автомобильной дороге, говорят в РЖД. Речь идет о перевозке примерно 50 грузовиков в сутки. Машины будут загружать в Краснодаре, а в Адлере их встретят водители и развезут фуры по точкам. Каждый автомобиль будет загружен ассортиментом для одного магазина, что в обычных контейнерах сделать невозможно. Такой метод доставки позволит значительно разгрузить единственную федеральную трассу. Во время курортного сезона из-за большого количества фур движение по ней сильно затруднено. Бесплатные поезда во время Кубка Конфедерации будут приспособлены для людей с ограниченными возможностями. В каждом поезде будут организованы специальные места для маломобильных граждан и сопровождающего. Во время проведения Кубка Конфедерации этим летом между городами-организаторами будут курсировать бесплатные дополнительные поезда для футбольных болельщиков. Места для людей с ограниченными возможностями будут располагаться в штабных вагонах, которые есть в каждом составе. Коридоры, купе, дверные проемы там сделаны с учетом передвижения на инвалидном кресле. За время проведения игр бесплатные поезда смогут перевезти более 250 маломобильных пассажиров. В целом же для обеспечения бесплатного проезда между городами-организаторами по шести маршрутам будет курсировать более 260 дополнительных бесплатных поездов. Они будут состоять из комфортабельных купейных вагонов. На некоторых маршрутах следования будут курсировать составы из двухэтажных вагонов. В Сочи выберут лучших сотрудников аэропорта. В конкурс профессионального мастерства среди работников служб воздушных ворот Сочи, Краснодара, Анапы и Геленджика проходит уже пятый год. По каким критериям отбирают участников узнала Татьяна Говоркова. Пожалуйста, ваши документы, выход на посадку номер 17, желаю вам приятного полета. Сегодня для многих пассажиров регистрация прошла быстрее обычного. По стандартам на оформление одного человека агенту положено ровно минута. А вот конкурсантка Юлия Щербакова, представляющая аэропорт Краснодара, справилась со своими обязанностями за 48 секунд. Это ее первое состязание в профессиональной сфере, хотя в гражданской авиации Юлия работает уже больше восьми лет. Прошла отборочный тур в родном аэропорту и сюда приехали уже в финал. В первую очередь это прежде всего для себя, а именно закрепление результатов делишься своим опытом с коллегами и лишний раз убеждаешься в своих способностях и возможностях. Своё профессиональное мастерство в конкурсе показывают сотрудники четырех аэропортов Сочи, Краснодара, Анапы и Геленджика. Это работники служб регистрации и безопасности, мощники воздушных судов и те, кто загружает багаж пассажиров. Всего около 200 человек. Каждая команда оценивается по определенным критериям. В комиссии у нас участвуют все сотрудники разных аэропортов. И у каждого есть определенные критерии, по которым по времени мы оцениваем, как качество, так и время. Сотрудники, которые будут лучшими, получают премии, грамоты и кубки. Лимит по времени есть не только у агентов по регистрации пассажиров. На уборку воздушного судна по стандартам требуется 20 минут. Примерно столько же на погрузку багажа. Но сегодня сочинская команда превзошла все нормативы. Чемоданы пассажиров уложили в самолет меньше, чем за 4 минуты. При этом не в ущерб качеству. Ежедневно Международный аэропорт Сочи принимает больше 40 рейсов. Это порядка 12 тысяч пассажиров. Качество их обслуживания службами авиакомпании как раз и проверяется на таких конкурсах. Кстати, в прошлом году сотрудники воздушных ворот курорта показали лучшие результаты по профессиональному мастерству. Смогут ли они на этот раз подтвердить свое лидерство, станет известно уже завтра. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи соберутся профессиональные организаторы мероприятий. На курорте с 7 по 9 апреля пройдет МАЙС-форум Сочи. Корпоративные клиенты, агентства, представители ивент-индустрии встретятся, чтобы поговорить о будущих трендах, интересных предложениях, обменяются видением развития отрасли и найдут ответы на волнующие вопросы. 8 апреля в отеле «Хаят Рэдженси» пройдет деловая программа, где профессиональные организаторы мероприятий смогут встретиться с поставщиками услуг. В рамках форума запланирована интерактивная программа, в ходе которой участники смогут познакомиться с прибрежным и горным кластерами Сочи. Увидят лучшие площадки курорта для проведения корпоративных мероприятий, сообщают организаторы. В эту субботу горожан и гостей курорта приглашают на концерт. В Сочи отметят годовщину воссоединения Крыма с Россией. В честь этого исторического события 18 марта на площади у Южного мола морского порта в 12 часов состоится митинг-концерт. На мероприятии выступят творческие коллективы города. Напомню, 18 марта 2014 года стал днем, который навсегда вошел в историю современной России. В этот день Владимир Путин в Кремле подписал договор с руководством полуострова о принятии в состав страны двух новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополь. Ну и на этом наш выпуск завершен. Все новости можно уже найти на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok